Вопросы безопасности информационной и экологической стали главными темами выездного совещания, которое провели в Чебоксарах секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель президента России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич. Сегодня они приехали в столицу Чувашии. Современный мир все плотнее окутывают информационные технологии. Они сопровождают нас повсюду. Органы государственной власти не исключение. В электронном виде они хранят информацию экономического, финансового, оборонного характера, а также персональные данные. И все это порой становится целью кибератак. Ни для кого не секрет, что в нашем округе наш сервер, нашу почту взломали. И остров стал вопросом защиты информационной безопасности. Над этим сейчас очень серьезно работаем. Только в прошлом году в Приворском округе было зафиксировано почти 190 миллионов кибератак. Более 80% из них несанкционированное воздействие на информресурсы органов власти. Повсеместное использование зарубежных информационных технологий, программ и телекоммуникационного оборудования создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности, вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов госвласти. Отмечается активизация разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба интересам России в информационной сфере. Также нередки случаи использования для государственных и муниципальных нужд зарубежных интернет-сервисов. Не везде есть профильные подразделения по защите информации и уровень знаний должностных лиц в области защиты данных невысок. Только 6% специалистов имеют профильное образование в области информбезопасности. Секретарь Совбеза России подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Нужно организовать обучение сотрудников подразделений и сформировать в госорганах регламенты по реагированию на компьютерные атаки. Полномочный представитель президента России в Привожском округе Михаил Бабич предложил на федеральном уровне разработать новую целевую программу. В этой связи представляется в сообразном решении на федеральном уровне целого ряда вопросов. В частности, о разработке и принятии целевой программы, механизма софинансирования с федерального бюджета, по переходу на использование деятельности органов государственной власти, субъектов федераций, программного обеспечения отечественного производства, А в определении федерального органа исполнительной власти ответственного за координацию деятельности по переходу субъектов Российской Федерации на использование продуктов и услуг отечественных компаний. Российские компании не первый год разрабатывают программное обеспечение, которое необходимо для замены существующих иностранных аналогов. Остается надеяться, что в ближайшее время они все же появятся в киберпространстве. Умение защитить себя в информационном поле, это сегодня приобретает самое главное значение, потому что теория имиджа, которую используют наши враги, она позволяет за неделю из дурака сделать героя, а из героя дурака. И то же самое в масштабах каких-то платформ государственных, общественного строя, это очень умело используется, и мы видим, как многие страны на глазах просто падают. Поэтому очевидно совершенно, что правильное направление принимается и президентом нашей страны, и правительством, и всеми органами, в том числе и Советом безопасности, вы видите, для того, чтобы обратить внимание на полную защиту нашей информации, нужно уметь защитить свое информационное поле и, естественно, уметь играть, работать на чужих информационных полях. Светлана Познякова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.